Мы продолжаем наш рассказ о примархах космического десанта. В этом выпуске будет история примархов 15 и 17 легионов, ведь о 16 легионе, лунных волках, мы рассказали в видео о Хорусе. Напоминаем, рассказ ведется не в порядке нахождения императором своих сыновей, а по номерам их легионов. Каждый примарх являлся вершиной гениальности императора. Идеально выверенные тела, созданные с помощью вершин достижений генной инженерии, дух же был скован с помощью силы воли императора и магических сил имматериума. Получившиеся живые полубоги поражали обычных людей своими навыками и способностями. Однако примарх 15 легиона, Магнус Красный, был необычнее остальных. Он был единственным из примархов, что обладал способностями свободно повелевать энергией варпа, притом считался одним из сильнейших псайкеров в галактике. Говорят, что он уже мог общаться со своим отцом еще до нахождения примарха императором, а приземлился он на далекой от Теры планете Просперо. На этой планете укрывались псайкеры со всех уголков Империума, гонимые обычным народом. Просперо было плотом знаний и науки, также на ней подробно изучались таинства использования психической энергии. Так что упавшая на центральной площади капсула с младенцем, от которого исходила невероятная энергия, весьма заинтересовала местных жителей. Магнус быстро постиг знания, что предложили ему псайкеры Просперо, а потом превзошел их. Продолжая изучать мастерство управления варпом, Магнус постепенно стал самым мощным существом на планете. Его называли Алым Королем, и далеко не спроста. Магнус выглядел необычно даже для примарха. Он был невероятно высок, обладал красноватой кожей и ярко-красными волосами, а также имел всего один глаз. Но этим глазом он мог вглядываться в потоки варпа, что помогло ему еще сильнее постичь его секреты. Говорят, что лишь взглянув на человека, Магнус мог не просто прочитать его мысли, а полностью познать все его естество. Благодаря своей силе, Магнус четко отражался в варпе, так что был быстро найден императором. Их встреча прошла так, будто бы они давно уже были знакомы, что, скорее всего, так и было. Но на уровне, находящемся далеко за гранью понимания обычных людей. Магнус возглавил пятнадцатый легион, называемый Тысячей Сынов, а Просперо стал их домом. Это был один из самых поздних легионов. Он был создан при крайне необычных обстоятельствах. Над Терой вспыхнули варп-штормы, которых не было со времен Долгой Ночи. Случайность это либо же план императора, но родился легион с огромным психическим потенциалом, дремавшим в Астартес. В начале своей деятельности они мало чем отличались от других легионов. Однако позже дремавшие в них способности пробудились, и немногочисленный на тот момент легион мог показывать успехи наравне с братьями из других легионов. Однако все изменил случай на мире Бизант. Пятнадцатый легион должен был захватить планету во имя императора, уничтожив культ, что ей правил. Но оказалось, что каждый десятый ребенок на планете обладал психическими способностями. Так что против воинства космодесантников выступила целая планета колдунов. Никогда прежде пятнадцатому легиону не приходилось так трудно. В решающий момент боя над полем брани хлынул черный дождь, и вопль боли пронзил слух каждого сражающегося. В тот момент пал один из Астартес. Однако далее произошло нечто странное. Из его доспеха пролилась жидкая плоть, кровь затвердевала в странных формах, а кости сплавлялись с металлическими пластинами брони. И все это время погибший десантник ментально кричал, моля о пощаде. Этот крик эхом отдался в разуме каждого его боевого брата. Легионеры тысячи сынов незамедлительно прикончили ужасную тварь, поклявшись, что никто вне легиона не узнает о случившемся. Но вскоре в легионе началась эпидемия. Постепенно все больше десантников превращались в подобных монстров. Данная болезнь получила название «изменение плоти» и стала практически приговором уникальному легиону. Все изменилось с приходом Алого Короля. В день прибытия на Просперо перед Магнусом склонилась малая часть легиона, еще не поддавшаяся болезни. Но в тот момент между Примархом и его генетическими детьми создалась нерушимая психическая связь. Они понимали друг друга без слов. Каждая речь, мысль и движение будто было связано со всеми вокруг. Магнус получил столь желанных учеников и последователей. Он приложил все усилия для поиска лекарства от изменения плоти и нашел его. Однако заплатив за это большую цену. Львиная часть легиона погибла, и как бы это ни было иронично, теперь их насчитывалось всего тысяча. Тем не менее, их обучал и вел за собой в битву их Примарх, так что тысяча сынов стойко перенесла это испытание и двинулась дальше завоевывать галактику. Вот только не лучшая репутация легиона среди остального Империума и чертовская неудача все же приведет легион к падению. Или же такая неудача была происками богов хаоса? Лоргар Аврелиан, примарх 17-го легиона, упал на мере Колхида. Когда-то это был технологически развитый мир, но после Эры Раздора он деградировал до феодального сообщества. Лоргар был найден служителями главной религии этой планеты – Завета. В глазах служителей Завета мальчик явно имел божественное происхождение, ведь он прилетел в свете яркой кометы, а кожа ребенка была золотого цвета. Они взяли его с собой, вырастили и обучили. Его наставником и преемником стал Кор Фаэрон, один из настоятелей церкви. Служители Завета были поражены красноречиями, харизмой примарха. Лоргар стремительно понял суть веры, а благодаря проникновенным речам и божественной внешности быстро находил последователей. Он был так успешен в своих проповедях, что стремительно достиг самых высоких постов Завета. Этим он заслужил ненависть и зависть со стороны других членов их Ордена. Также Лоргар постоянно видел во сне прекрасного и могучего воина в золотых доспехах, а подле него стоял одноглазый гигант, который предупреждал Лоргара о их скорой встрече. Примарх поделился своими снами с другими членами Завета, рассказав, что он видел Бога. Он начал проповедовать о скором приходе божества и обычному народу, нарушая некоторые правила их религии. И тогда ненавистники Примарха начали действовать. Среди Ордена, а затем и населения всей планеты, началась междоусобная война, а на Лоргара состоялось покушение. Тем не менее, убийцы были буквально разорваны преданной Примарху толпой. В конечном итоге победа оказалась за Аврелианом. Он вместе с союзниками взял штурмом главный храм, где сам когда-то рос, и убил главных мятежников. Менее чем через год на Колхиду высадился император в сопровождении Магнуса Красного и его тысячи сынов. Лоргар, лишь завидев их, сразу же понял, что это его отец и брат из видений. Он пал на колени перед императором, рыдая от счастья их долгожданной встречи, а вместе с ним на колени встали все жители Колхиды. Все догматы веры завета были переделаны под поклонение императору, а за несколько месяцев, что император гостил на планете, не стихали молитвы и песнопения в его честь. Что, кстати, императору не очень-то и нравилось. Он отвергал любую божественность, именно борьба с поклонением каким-либо богам была одним из смыслов Великого Крестового Похода. Лоргар возглавил 17-й Легион, который тогда назывался Имперские Глашатые. Они были главными иконоборцами и сторонниками Имперских Истин в Крестовом Походе. Но с приходом их примарха все поменялось. Колхида стала родным миром Легиона. Кор Фаэрон был частично трансформирован в Десантника и стал правой рукой Лоргара. А многие его сторонники пожелали пройти трансформацию в Астартес. Таким образом, в Легион хлынул поток новобранцев, которые были слепо преданы Лоргару и превозносили Императора как бога. Из-за этого внутри Легиона происходили некоторые конфликты и недопонимания. Но в конце концов, десантники, набранные еще на Терри, либо поддались красноречивым проповедям Лоргара и его приближенных, либо погибли в боях во время похода. И тогда Лоргар переименовал Легион в несущих слова, проповедуя на каждом мире веру о боге Императоре, что всегда защитит и спасет. Он даже написал книгу Лекцио Дивинитатус, где объявил Императора богом во плоти. Тем не менее, отец был в ярости, что Лоргар продолжает считать его чем-то большим, чем человеком, а потому он провел с ним длительную беседу, разбившую сыну сердце. Повелитель человечества объяснил Аврелиону, что он не бог, а сам примарх в первую очередь воин, а не проповедник. И что его главная обязанность – завоевывать миры, а не сердца их жителей. Вера Лоргара была разбита этим разговором. Он понял, что все, во что он верил с самого детства, и что он проповедовал людям, было ложью. С тяжелым сердцем он пообещал Императору, что продолжит поход, и немедленно его покинул. Однако это было не все. В качестве наказания за преподавание людям ложных убеждений, Император приказал Легиону Ультрамаринов уничтожить город-храм Монархию на планете Хур. Монархия была великим подарком Императору от любящего сына. Разочарования и боли Лоргара не было предела. И тогда его сторонники нашептали ему, что существуют в галактике и другие боги, более снисходительные к поклонениям и даже поощряющие это. Если галактика и горела огнем в пламени Ереси, то ведь должен был взяться и первый еретик. Сегодняшние истории показывают, что фанатичная вера и постоянный поиск знаний не всегда являются верным путем, даже если действовать во благо. А чтобы не пропустить историю остальных примархов, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Если вам понравилось, мы будем рады вашим лайкам. Если же что-то не понравилось, то пишите об этом в комментариях. Ну а если очень понравилось, вы можете поддержать наше творчество на сайте Патреон. Как всегда, всем спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.